Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Сегодня у нас 29 января. И сегодня я вам буду показывать, как посадить землянику. Как посадить землянику в улитку. Но это они опять не то, что вы, да, 29 именно сентября, все дружно... Января. Ой, извините, января все дружно начали сажать землянику. Нет, землянику, конечно, лучше всего сажать в первых числах февраля. И можно ее сажать, в принципе, весь февраль. Почему именно так? Если вы сейчас, у кого, кто не может создать земляники и клубники при посадке семенами нужной температуры, то есть, чтобы она не вытягивалась, чтобы она не падала, чтобы она не загнивала, это нужная температура примерно после всхода, где-то примерно 15 градусов. Даже порой я практикую как? Посадить где-то в феврале, в середине февраля землянику, она у меня всходит, и потом я ее выношу в теплицу. И тогда она вырастает более такая крепкая, не вытягивается и не болеет. Поэтому вы не переживайте, весь февраль вы можете заниматься посадкой земляники. Весь февраль. Тот, кто посадил уже где-то, мне пишут, даже в декабре, и у многих она начала погибать. Но это вот как раз-таки, как раз вот допустимая вот эта ошибка. Никогда не надо спешить. Вы всегда подумайте о том, достаточно ли света в вашей культуре. Можете ли вы создать ей определенную температуру. То есть нюансов очень много, чтобы рассада была крепкой. Ну что ж, сегодня я конкретно хочу с вами поговорить о том, как посадить землянику в улитку. Как я делаю это? Что нам понадобится? Нам понадобится с вами и пин. Стимулятор роста. Почему именно я все-таки его использую при посадке земляники? Потому что семена у земляники очень быстро теряют свою схожесть. Очень быстро. Тем более, если эти семена куплены в магазине, порой мы расстраиваемся, да. И, как говорится, наши посадки обречены, они не всходят. И мы расстраиваемся, сажаем снова. Вот, например, в прошлом году, ну, у меня не взошли семена купленной клубники. У меня вообще не взошли семена. Поэтому мы с вами будем использовать и пин. Вы зададите вопрос, можно ли циркон, можно ли энерген. Я использую и пин. Мне он нравится больше. Нам понадобится вот такая вот груша. Да? Как лиза. Мы ее всегда используем для того, чтобы сажать семена именно в улитке. Не какой-то разбрызгиватель, а вот именно вот такую вот грушу. Нам понадобится с вами баночка, целлофановый пакет. Целлофановый мешочек, чтобы могли с вами затянуть нашу землянику. Ну, и, конечно, семена земляники. Это подложка под ламинат. Это обязательно кисточка. Здесь уже не пойдет ни зубочистка, ни ватная палочка, а именно кисточка. Она не должна быть обязательно мягкой, даже вот как бы жестковатой, но именно кисточка. И, конечно, туалетная бумага. Что ж, для начала мы должны с вами что сделать? Мы должны подготовить воду. Подготовить воду для посадки. Для этого мы должны добавить в нашу воду и пин. На пол-литровую баночку прям буквально добавляем 3 капельки. 3-4 капли, не более того. Так, закрываем наш и пин. Он нам потом еще опять пригодится. Аккуратно размешиваем. И что мы делаем? Мы раскладываем вот так нашу подложку. Но, опять по подложке. Я в своем видео говорила, что подложка должна быть именно 2 мм. Опять-таки, подступают вопросы, чем ее можно заменить. Можно ли 3 мм? Нет. Она должна все-таки быть 2 мм. Почему? С ней удобно работать. Она тонкая. То есть, мы можем посадить тогда большее количество семян. Потому что, представьте, если толщина подложки 3 мм, а потом мы с вами еще все-таки добавим землю. Потому что мы сначала посеем на туалетную бумагу, а потом мы будем добавлять с вами землю. И, представляете, каких размеров будет, ну, не улитка, а целое улитище. Поэтому, все-таки, давайте приобретем подложку 2 мм. Она и дешевле, и все-таки для работы нужна именно она. Так, что мы делаем далее? Так, одеваю свои волшебные очки. Мы берем туалетную бумагу. Так, вот так я ее всегда... Но я оторву, а вообще я вот так ее раскладываю, чтобы просто удобно было... Было так, вот так. Мы ее положили, положили прям по краешку, по краешку нашей подложки. И мы потом приступаем к с вами посадке. Так, и пин наш размешали, набрали воды в нашу грушу. И начинаем смачивать нашу туалетную бумагу. Вот посмотрите внимательно. Вот я делаю это вот так. Не надо, не надо, не надо ничем не брызгать. Потому что иначе получится неправильно, как бы и мокрое, и сырое, и неприятно будет с ней работать. Так, намочили нашу туалетную бумагу. Что мы теперь с вами делаем? Мы кисточку достаточно вот так вот смачивать именно вот об туалетную бумагу. А на краешек должен быть мокрый, тогда к ней хорошо вот именно прилипают наши семена. Что я делаю? Я никогда не сажаю по одному семечку землянику. В данный момент у меня семена, это я сама собирала свои семена. Почему я не сажаю по одному семечку? Потому что, в принципе, я даже практикую, как у меня есть выражение, да? Сажаю землянику пучком, то есть по несколько штук в одну лунку. Ну что ж, вот посмотрите внимательно, как я это делаю. Кисточку я вот так смочила, окрай нашей туалетной бумаги. Семена у меня рассыпаны, потому что нет гарантии тоже, что какие-то семена взойдут, какие-то нет. И я беру сразу по несколько штук семян и раскладываю их не где-то в середине. И не отступая сантиметр, как мы сажаем перец и баклажаны. От края я примерно отступаю где-то сантиметров 5 и начинаю сажать землянику. Сажаю я ее, вот именно, посмотрите, если посмотреть, она у меня посажена прям по кромке края. От края, в смысле от начала улитки. От начала улитки, да, от края мы отступаем вот так 5 сантиметров. А сами семена мы сажаем строго, прям вот видите, посмотрите, они у меня на самом-на самом краешке. Почему мы так делаем? Потому что земляники семена очень мелкие. Это вот как у петуни, как у земляники. И поэтому мы их должны с вами сажать вот так, по самому краю туалетной бумаги. Ну где-то может быть будет и 2 семечка, где-то 3. Это не принципиально. И мы с вами вот так вот продолжаем. Работа, я вам хочу сказать, очень-очень такая довольно-таки кропотливая. Но она как бы того стоит, да, будем говорить. И вот так вот мы сажаем наши семена. По самому-по самому краю. Вот так. Когда мы засадим с вами полностью всю улитку, сейчас я просто этого делать не буду, потому что это очень долго, это кропотливо, это уходит время. То есть представьте, мы засаживаем вот нашу улитку. Мы посадили вот этот участок. И что вот так аккуратно мы начинаем ее вот так вот, да, закатывать. Многие говорят, что вот семена прилипают как бы к подложке. И многие кладут еще слой сверху туалетной бумаги. Вот земляника этого делать не стоит. Даже если они и прилипнут, ничего страшного. Мы потом с вами просто аккуратно кисточкой опять их снимем, положим на место и засыпем с вами землей. То есть вот так закатала я и продолжаю. Опять-таки я продолжаю по самому вот так, по самому краю. Не отступаем. Можно даже кисточку смачивать, потому что когда она смоченная, вот видите, семена очень хорошо прилипают. Вот так. И как бы делаем мы с вами, сейчас я покажу, как бы мы делаем загущенные посадки. То есть мы не соблюдаем, да, большое расстояние. Мы наши семена сажаем вот так вот погуще. Вот. И что? Опять мы вот так закатываем нашу улитку. И так мы проделываем до тех пор, пока мы полностью с вами не засадим нашу улитку. И так вот она, мы ее, представьте, засадили, посадили полностью семена, закатали. Она вот так у нас закатана. Прямо до края можно или там тоже надо 5,4 мм отставить? Нет, нет, нет. Ничего, отставляем только в начале. Там можно прямо до самого края. И если внимательно проглядеть, вот просто у меня здесь нет как бы семян вот в этих витках, а вот где семена есть, практически, видите, они получаются как бы чуть ли, вот, ну прям вообще, их даже видно, эти семена. Так и должно быть. Какие-то может быть видно, какие-то нет. Опять, что мы с вами делаем? Мы одеваем резинку на нашу улитку. Вот. А мы, конечно, будет у вас большого размера, может, у кого-то и небольшого. На деле поставили в какую-то емкость. Для чего? Для того, чтобы опять мы потом с вами будем ее поливать, изредка поливать. Ну, достаточно один раз полить. Опять-таки, водой вот так с эпином мы нальем именно вот так, немного воды именно в саму емкость. Для того, чтобы улитка напитывалась водой, и чтобы наши семена не пересохли. Так, налили воду, чтобы немножко воды вот так было. Берем пакет с вами. Ну, очень хорошо улитки ставить в бетончики из-под майонеза. Очень хорошо. Берем с вами пакет. И пакет мы должны с вами натягивать не вот так. Ни в коем случае. Пакет должен быть парничком. Опять, это может быть слофановый пакет, это может быть коробка из-под тортика, это что у нас? Ну, что угодно. Это может быть пятилитровая фляга, как я показывала, делать парничок. Смысл в чем? Чтобы здесь обязательно было вот такое воздушное пространство. Ну, опять мы надеваем резилку, конечно, вот так. Чтобы здесь у нас было воздушное пространство. Сейчас покажу. Видите, маленькая улитка и неудачно. Нужно подбирать, в общем-то, улитку всегда. Емкость подбирайте именно по размеру улитки. Так вот, как бы, будет более удобно. Это могут даже быть обычные стеклянные банки. И потом мы с вами наденем резинку. Как же мне сделать? Вот так, аккуратно. Отдели резинку. Вот, земляник наш с вами стоит. Вот, стоит обязательно здесь. Должно быть все плотно, чтобы ни холодный воздух, ничто не проходило. И вот в таком вот состоянии у нас с вами земляника будет прорастать. Будет она у нас стоять где-то на подоконнике. Ни в коем случае для прорастания семян не используются, да, где-то темные места, там, полки или что-то такое. Если мы, допустим, перец, да, можем спрятать в полку. Нет. Обязательно нашей землянике нужно солнышко и нужен свет. На подоконник желательно что-нибудь подстелить, чтобы не было холодно. И вы, что ж, будете дожидаться, когда земляника проклюнется. Вот, когда она начнет проклевываться, дальше я вам покажу, что мы будем с ней делать. Вот, пожалуй, вот такой небольшой совет по посадке земляники. Вот так я ее сажаю в улитки. Я бы вам посоветовала. Но опять я всегда говорю, не пробуйте, не пробуйте сразу. Вот я посажу все. Нет. Вы попробуйте и сделайте для себя выбор. Подходит вам этот способ или нет. Ну что ж, конечно, я желаю вам всем удачи при посадке земляники, чтобы она зашла отлично. С вами была Юлия Меняева на своем канале Высаду Левогороди. Пока! Продолжение следует...